здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики рад новой встречи с вами хочу констатировать тот факт что продолжает цирковое представление вокруг двух гидроэлектростанций артического каскада в частности узконоградской шульбинской гэс как и в прошлом году ровно год назад правительство вновь объявила о том что она будет выставлять на приватизацию эти электростанции хотя я лично не вижу никакой необходимости вот такой срочной приватизации и вообще приватизации гидроэлектростанций поскольку они выполняют ряд государственных функций первое это те мощности которые регулируют частоту в энергосистеме республики казахстан эти гидроэлектростанции регулируют водный режим это выполнение государственных функций а проучение государственных функций какими-то частным конторам или компаниям не допускается но хочу отметить что наверное султан назарбаев поставил для себя задачу захватить все гидроэлектростанции казахстана а их у нас всего-то бухтарминская гэс ускорногорская гэс шульбинская гэс копчегайская гэс шардаринская гэс еще построили майнакскую гэс 300 мегаватт мощности вот все гидроэлектростанции которые есть казахстане бухтарминская гэс сегодня находится уже в руках нурсултана назарбаева копчегайская гэс в руках нурсултана назарбаева и вот две последние гидроэлектростанции электрического каскада сейчас через схему очень хитрую схему выставленную нурсултаном назарбаевым его правительством пытается адресно продать причем в руке консорсума который будет создан объединенных арабских эмиратов и компании евразийской машкевича и шадиева год назад под натиском общественности особенно восточного казахстана средств массовой информации если вы помните я выступил очень резко с критикой что нельзя приватизировать и гидроэлектростанции правительство пошло на ложь она заставила чиновников которые занимаются приватизацией выставить сложным заявлением о том что если даже эти гидроэлектростанции будут выставлены или включены в план приватизации 21 25 годов то они будут выполнены в строгом соответствии с законом республики казахстан вместе с тем программа приватизации было в прошлом году 29 октября подписано уже до того как эти чиновники от приватизации ответили что если даже будут включена то будет выполнена в соответствии с законом республики казахстан и вот что самое интересное что правительство взяло тайм-аут длиной полгода год и после визита султана назарбаева в объединенные арабские эмираты было подписано соответствующая декларация между правительством казахстана и правительство объединенных арабских эмиратов о том что создаваемый консорциум будет участвовать в разработке и привлечении и исполнении инвестиционных проектов в электроэнергетики и фармацевтики аграрном вопросе и транспорте и еще ряд объектов которые будут строить якобы этот консорциум и правительство казахстана взяла на себя обязательство продажи до 100 процентов государственной доли в этих гидроэлектростанциях узконогровской и шурбинской гэс объединенные арабские эмираты взяли на себя обязательство привлечь через свой фонд национального благосостояния необходимые финансовые ресурсы для реализации энергетических проектов и других проектов которые я уже перечислил ранее и обязуется привлечь третью сторону для привлечения инвестиций я здесь хотел бы сказать уважаемые друзья и подписчики я лично усматриваю в этом привлечение украденных у народа казахстана денег клика на султана назарбаева и вовлечение их в оборот через объединенные арабские эмираты для дальнейшей колонизации казахстана почему я потом в дальнейшем скажу мое видение почему на султан назарбаев будет складывать свои деньги и проводить колонизацию казахстана даже что самое характерное после этого на чиновники от приватизации объявили график по которому будет проводиться вся процедура приватизации этих станций выставление объявления проведения конкурса 1 ноября проведение конкурса 16 ноября подписание договора купли-продажи должно было состояться в декабре теперь же весь график поломали после того как 8 октября правительство казахстана подписало эту декларацию совместную 29 октября ну уже сегодня я думаю состоялся этот вопрос принятие отчета об оценке оценка проводится уже с марта 2021 года 1 ноября заседание комиссии по утверждению вида приватизации стартовой цены и условий приватизации и опять же ложь вы посмотрите понятно что это фиксы самое настоящее вид приватизации условия приватизации уже определены будет утверждена не стартовая цена а цена продажи поскольку гэс будет продаваться по конкретным покупателям и адресно это объединенные арабские эмираты и евразийская группа мошкевича и шадиева 22 ноября состоится продажа а 1 декабря намечается подписание договора купли-продажи на лицо хочу сказать что это наглое действие по захвату энергетических мощностей как необходимых стране гидравлических электростанций полностью себя самортизированных сравнимых только с курицами несущие золотые яйца для государства но яйца назарбаеву даже золотые не нужны а куры недалеком будущем я подразумеваю под курами этих гидроэлектростанций превратятся в небольших цыплят поскольку то что предусматривает сегодня великий неповторимый со своей бандой коллективократов это будет дальнейшее ну наверное уже последнее ограбление казахстана на республике казахстан организованной международной преступной корпорации на султана назарбаева но это будет предметом уже моего следующего разоблачения прошу вас не пропустить не забудьте подписаться на мой канал поставить лайк до новой встречи в эфире